Современными гаджетами никого не удивишь, даже детей. Уже с пеленок многие малыши начинают осваивать планшеты, мобильные телефоны и учатся печатать на компьютере раньше, чем писать на бумаге. Но такое познание мира может негативно сказаться на развитии ребенка. В семье Анны трое детей. Практически сразу после рождения первенца она родила и второго малыша. И чтобы на все хватало времени, молодая мама стала разрешать старшему сыну иногда посидеть за гаджетами. С одной стороны это было достаточно неплохо, потому что он занимался развивающимися приложениями, коих достаточно большое количество на данный момент существует. Но с другой стороны у него начались проблемы с развитием речи, потому что это все-таки развивает словарный запас пассивный, а активной речи не происходит. После этого гаджеты в семье Анны некоторое время были под запретом. Но когда родился третий сын, они снова вернулись в повседневную жизнь. Правда, пользование современными электронными устройствами уже строго контролировалось. Я разрешаю своим детям воспользоваться услугой гаджетов, но только развивающие какие-то вещи. Никаких там глупых мультиков или каких-то глупых видео на ютубе, таких тоже очень-очень-очень много. Ну и опять же, это не больше где-то 15-20 минут в день. В использовании гаджетов детьми есть как плюсы, так и минусы. И с положительных сторон они разливают зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику и внимание. Но не следует забывать о медицинских проблемах, которые могут возникнуть при использовании электронных устройств. К примеру, об ухудшении зрения. У детей оно садится очень быстро, примерно за полгода. А вот восстановлению поддается не всегда. А вот еще одна проблема. Вынужденная поза ребенка при нахождении возле гаджетов также способствует нарушению осанки, что последствия может привести и в развитие сколиоза. Длительное отсутствие активных движений способствует у ребенка развитию лишнего веса и какие-то другие физиологические нарушения. Кстати, если ребенок длительное время пребывает за компьютером или планшетом в неподвижной позе, это может обернуться неврологическим расстройством под названием туннельный синдром. Это связано с нарушением работы нервов запястья. Поэтому обязательно регламентируйте время нахождения ребенка за гаджетом. Максимальное время занятий с гаджетами у маленьких детей час в день при 20-минутных перерывах. У детей старшего возраста, естественно, время удлиняется, но перерывы все равно остаются 20-минутными. Для того, чтобы сохранить, особенно глаза, зрение. Кстати, давать детям играть с гаджетами перед сном не рекомендуется, так как малыш может перевозбудиться и от этого плохо спать. И, конечно, главный совет от специалистов – побольше общайтесь со своим ребенком, ведь никакое электронное устройство не заменит ему живое общение. Играйте со своими детьми в обычные игры, занимайтесь с ними, и тогда у них не возникнет проблем. Я очень за, если все-таки ребенок взял какой-то там планшет, телефон, чтобы родитель был рядом и объяснял, что там происходит, что ребенок делает, ну, чтобы был какой-то все-таки контакт со взрослым, чтобы не просто так он сидел там, как робот. Диана Галих, Максим Сицукевич, Утро Студия, хорошего настроения.